По меньшей мере 4 человека стали жертвами нападения с ножом в американском городе Рокфорд, штат Иллинойс. Среди погибших 15-летняя девочка-подросток. Еще 7 человек получили ранения. Одна из них, молодая женщина, находится в критическом состоянии. Стражи порядка задержали подозреваемого, ведется его допрос. По словам начальника местной полиции, на данный момент у правоохранительных органов нет четкого мотива нападения. Власти выразили соболезнования семьям, которые переживают утрату. В американском Балтиморе водолазы продолжили поиски останков шестерых рабочих, которые находились на мосту Фрэнсиса Скотта-Ки в момент его обрушения. Во вторник ночью у сотрудников транспортной полиции, получивших сигнал тревоги, было всего около 90 секунд, чтобы остановить движение. Министр транспорта заявил, что быстрая реакция экстренных служб позволила уменьшить количество жертв, которые в противном случае исчислялись бы десятками. Шестеро погибших – рабочие из Сальвадора, Гватемалы, Гондораса и Мексики. По оценкам экспертов, парализованный порт Балтимора обходится американской экономике в 15 миллионов долларов ежедневно. Губернатор Мэрилэнда подчеркнул, что катастрофа скажется и на фермерах в Кентукки, и на автодилерах в Мичигане. Балтимор – самый загруженный порт США по перевозке автомобилей, а также крупнейший терминал по объему перевозок сельскохозяйственной и строительной техники. Джо Байден заявил, что правительство покроет все расходы на восстановление моста, но неясно, сколько времени это займет. Избиратели Евросоюза попали в ловушку дилеммы – пушки или масло? У ворот ЕС идет война. Европарламенту нового созыва будет предложено одобрить инвестиции в военно-промышленный комплекс и другие меры по повышению коллективной обороноспособности стран-членов. Тем не менее, граждане довольно прохладно относятся к идее создания большой европейской военной структуры. Согласно эксклюзивному опросу, который сделала для Евронюз компания Ипсос, обороны ЕС занимает лишь седьмое место в перечне приоритетов избирателей, значительно уступая социальным и экономическим проблемам. А повышение геополитической роли Союза находится на восьмом по важности месте. ВПК наращивает производство. Однако лишь 47% избирателей Евросоюза требуют, чтобы будущие законодатели занимались прежде всего построением общей обороны. Для 36% это не приоритет, а 17% определенно против. Этот негативный список возглавляют португальцы – 59%. Германия, Польша и Испания – это единственные крупные страны, где такие пацифистские настроения преобладают у более чем половины опрошенных, поясняет корреспондент Евронюз Сержио Кантоне. Германия, Польша и Сержио Кантоне Основным сторонником идеи коллективной защиты ЕС является электорат большой коалиции Европейской народной партии, либерал-демократов, а также социалистов и демократов. Провоцентристы больше других одобряют инвестиции в оборону. Консерваторы занимают наиболее умеренную позицию в отношении интегрированной системы европейской безопасности. За ними следует зеленая, а левая и крайне правая в основном против этого. Европарламент в целом приветствовал идею общей обороны. Президенты Франции и Бразилии Эммануэль Макрон и Луис Энасио Лула да Силва спустили на воду дизельную подводную лодку, построенную по французским технологиям на верфи Итагуаи в окрестностях Рио-де-Жанейро. Это уже третья подводная лодка в рамках программы «Просап» стоимостью в 10 миллиардов долларов, которая была запущена в 2008 году, во время предыдущего срока Лулы. А пене 16 лет назад, это ситагуаи было только форей и мареккад. Пене 16 лет назад, это ситагуаи было только французским технологиям на верфи Итагуа. Эммануэль Макрон стал первым за 11 лет французским президентом, который посетил Бразилию с визитом. Одна из главных целей – возродить сотрудничество по защите тропических лесов Амазонии. В ближайшие четыре года на это планируется потратить более миллиард долларов. Как заявили в Елисейском дворце, Макрон и Лула постараются наметить общий курс для борьбы с изменением климата и бедностью, перед тем, как Бразилия примет саммит G20 в ноябре и Куб-30 в следующем году. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны, сменив на этой должности Алексея Данилова. Соответствующие указы подписал в среду Владимир Зеленский. Ранее Литвиненко работал директором Национального института стратегических исследований и заместителем секретаря СНБО. Данилов занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны с октября 2019 года. Комментируя это решение, президент Украины назвал его продолжением перезагрузки системы управления государством и сообщил, что Данилов будет приведен на другое направление. В прошлом месяце Зеленский уволил главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного, заменив его Александром Сырским. Студенты в ЕС вскоре смогут получать специальную европейскую степень. Высшие учебные заведения всех 27 стран Союза объединят свои усилия, чтобы разработать совместные программы для получения дипломов, которые будут признаваться во всем блоке. Брюссель считает это важным шагом в деле интеграции наряду с безвизовыми поездками и обменом студентами. Но чтобы получить степень, студентам придется жить и учиться более чем в одной стране ЕС. Для этого потребуется дополнительное финансирование, которое пока не предусмотрено. Зато Еврокомиссия обещает обеспечить доступ к этой программе для молодежи из всех социальных слоев, а не только детям элит, и из всех стран Союза. Брюссель заявляет, что эта инициатива дополнит Erasmus+, возможно, самую известную учебную программу ЕС, которая имеет огромный инвестиционный потенциал в 26 миллиардов 200 миллионов евро на 6 лет. В рамках этой программы студенты могут получать до 390 евро в виде ежемесячных стипендий. Но учреждению европейской степени может помешать то, что в настоящее время не существует автоматического признания академических дипломов в масштабах ЕС. Некоторые страны-члены также указывают, что система образования находится в национальной компетенции, и Еврокомиссия посягнуть на это не вправе. Мелкие розничные продавцы шоколада в Великобритании с трудом справляются с ростом цен на какао, который влечёт за собой падение продаж. Изменение климата ставит под угрозу производство какао-бобов. Рост стоимости жизни также заставляет британцев пересмотреть своё потребление сладкого. Если вы compare это с прошлый год и до снего года, это очень, 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 очень. Хотя, потому что мои клиенты очень локальные, они знают все цены, как они знают их в их сердце. Я не могу ставить цены, наверное, очень, 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 потому что я хочу иметь счастлив и быть, вы знаете, быть, вероятно. В последние месяцы ветры со стороны Сахары были особенно сильными и повредили стручки какао-деревьев в Западной Африке, где производится около трёх четвертей мирового объёма какао-бобов. Сегодня во Франции в пять раз больше потребителей кокаина, чем 20 лет назад. Согласно недавнему отчёту Национального центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, в течение всего 2022 года 600 тысяч французов сообщили исследователям, что хотя бы раз покупали себе дорожку запрещённого порошка. По словам специалистов, реальная картина потребления, кокаина далека от стереотипов. Из условно-элитного наркотика он становится более доступным, проникая во все слои общества. Уснуть в Брюсселе и проснуться в Праге. Бельгийско-Нидерландская железнодорожная компания European Slipper предлагает путешественникам новый ночной поезд с уютными спальными местами. Такой вид передвижения указывают в компании менее вреден для окружающей среды. Поезд проходит через Амстердам и Берлин. Время в пути около 11 часов.